Так, ну и, конечно, такой своеобразный гвоздь нашей выставки, это один из, в общем, наверное, ударнейших ее экспонатов. Это вот перед нами акварельная панорама, выполненная художником-перспективистом, которого пригласили в Россию Анджело Тазелли, итальянца. Он приехал в Россию, рисовал в основном, значит, эти самые для опер и для постановок, диатральных постановок рисовал декорации. Но и вот, кроме этого, он знаменит тем, что создал вот эту самую акварельную панораму города Петербурга. Выполнена она создание кунсткамеры. Вообще, здание кунсткамеры было очень любимым художниками для создания больших панорам Петербурга, потому что там очень удобный балкон, которому можно по кругу обойти все здание. И с него, передвигаясь, так сказать, по этому балкону, аккуратно снять все наиболее значимые виды и объединить их вот в такую вот огромную... Здесь почти 6,5 метров длины акварельная панорама. Когда-то она была соединена вместе, но вот в какой-то момент ее бытование ее расклеили, и она так хранится сейчас у нас отдельными листами. Но вот мы ее собрали вместе, чтобы мы могли представить, как это было изначально. То есть вся панорама берега Невы от дворцовой набережной, от Зимнего дворца зданий вдоль Адмиралтейства. Дальше Сенатская площадь, мост через Сенатской площади. Дальше здание 12 коллегий на Васильевском острове. Потом мы переходим там еще на Стрелку и на вид на Петропавловскую крепость. И снова возвращаемся, так сказать, на этот самый, к той точке исходной, которую мы начинали. То есть вид на дворцовую набережную. Вот. Вообще, причем техника, конечно, очень любопытно. Это акварель. То есть художник вначале прорисовывал все основные оттенки, так сказать, акварелью. А потом по акварели тушью, пером или тонкой кистью прорисовывал вот эти вот детали зданий, фигурок, сюжетов, лодочек и всего остального. То есть вообще такая многодельная, безумная абсолютно работа. Сколько он ему посвятил времени, не знаю, но думаю, что очень немало. Вот. Этой работы. Это такой своеобразный, вот, центр, скажем так, нашей выставки. Это.